Привет, друзья! Это четвертый ролик новостей от Салватана. И сейчас первым делом мы кое-что поймаем. Я поймал коронавирус! Да-да, действительно, я поймал коронавирус. Я за это время переболел коронавирусом. Но если честно, переболел-то я им раньше, я просто этого не знал. А вышло так. В общем, к стыду своему, я болел коронавирусом в Нальчике в свой первый приезд. И, наверное, довольно много народу от меня заразилось. Но я-то не знал, у меня есть оправдание. Ну, какая-то хворь там, бог ее знает, какая, да? Вернулся в Москву сразу, проверился, значит, на антитела. Их нет. Ну, думаю, все, гриппак, обычный гриппак. Ну, как бы на следующую неделю, почему-то, когда температура прошла, полностью пропал нюх. Понимаете, вот это невозможно описать. Вот эта вот жидкость, которая в метро, берешь ее, да? Кстати, некоторые со стаканчиком ходят вот так вот. Там чуть-чуть наберут, там чуть-чуть, потом хоп, и пошли дальше, значит, косые уже. Вот. Ну, вот, значит, берешь эту жидкость, ну, обычно, так, ааа, этот спирт, да, там, прошлая жизнь сразу. А тут вообще ничего. Ну, вообще ничего, просто. Ну, я думаю, нет, все-таки, наверное, это был коронавирус. Ну, просто как бы вот он уже прошел. Ну, и вот я должен лететь в Сочи, выступать в Сириусе перед школьниками, а там все очень строго. Там требуют анализы на антитела. И вот я сдаю на антитела месяц с лишним спустя, а там даже М-ки еще не выветрились до конца, а Ж-шек уже полно. Короче, вам, мне говорят, ну, вы переболели уже давно, в принципе, вы уже не заразный. Но в Сочи мы вас не пустим, потому что в Сочи только если нет никаких М, только одни Ж, тогда можно. Вот, так что в Сочи не поехал, зато узнал, что переболел. Ну, что могу сказать? Ну, так, с моей колокольни не так страшен черт, как его молюют, но я знаю, что в какой-то параллельной реальности от него и умирают, и как бы сильно страдают. Это я в курсе, то есть некоторые знакомые тяжело болели, но лично мне ничего как бы такого, болезнь не болезнь. Единственное, сейчас я не могу быстро бегать, подтягиваться, я не смогу уже выход силы сделать, потому что врачи говорят, что физическая нагрузка очень опасна, могу раз и умереть. Прям к братцам туда раз и все, и кто-то другой будет ролики тогда снимать. Ну, мы некоторое время еще поснимаем, подождем. И кроме того, из личного, хочу сказать, что я уже открыл лыжный сезон в тот единственный день в субботу, когда все было в снегу, и он не особо таял. Я прошел 45 километров, очень медленно, не торопясь, чтобы сердце не остановилось. Вот, открыл лыжный сезон по паркам Москвы в Измайловском и в Лосиномострове. Это была нулевая новость. Первая новость. Реклама в школе прикладной математики МФТИ, где я работаю профессором у Андрея Михайловича Ройгородского. Маэстро Ройгородский выпустил офигенное видео, в котором всех туда зазывает. Там, правда, есть приглашение на Олимпиаду «Я профессионал», сроки уже прошли к ней, но так бывает. Это не самое главное из всего, что вас ждет в школе прикладной математики, и совершенно не обязательно проходить эту Олимпиаду, чтобы туда попасть. Так что смотрите ролик, знакомьтесь с МФТИ и приходите к нам. Два. Вышел новый коллаб у Бориса Сергеевича Бояршинова. В этом коллабе я, во-первых, наметил начало такие зачатки модели распространения эпидемии с учетом действий игроков, то есть нас всех с вами, кто выбирает сидеть дома, кто выбирает носить маску честно, а кто выбирает, значит, ее вообще не носить нагло, кто выбирает много посещать метро, кто мало, и в результате складывается равновесие, в котором те иные доли возникают, какой процент людей ведет себя так, так и так, и скорость распространения зависит уже от этих долей, и складывается в равновесии. Но я пока не знаю, как ее довести до конца, она очень сложная получается, но если доведу, это будет вообще просто о-о-о-о. Я про нее думаю, и у Бояршинова вы увидите ее начальное описание. Кроме того, я там мяукнул так, что его кот вскочил через экран, пытался меня лапой ударить. Первые 20 уроков математики из цикла 100 уроков математики полностью завершены с упражнениями, конспектами, всем, чем надо. Нам бы еще вот пять раз, как бы еще четыре раза вот так, и тогда у нас будет все готово. По президентскому гранту все закончено. Смотрите их все, проходите их все. Умнейте! Новосибирск. Первый выезд с гастролями за это время. С марта этого года я никуда не выезжал ни с какими выступлениями, кроме ближайшего Подмосковья, где в маленьких группах выступал. Сейчас натуральный выезд, Новосибирск и Барнаул. Новосибирск сказал, что я могу распространить информацию, хотя там вход только 50 человек максимум может войти. Ну пусть все припрутся, и кто поместится, тот и поместится. В лотерею сыграем, а остальных, значит, власти, злые власти прогонят, чтобы они не распространяли коронавирус. Хотя, говорят, там уже вообще тоже себя переболели совершенно. Вот, так что будут в Новосибирске по ссылкам, будет Барнаул, но там прямо явно сказали, чтобы я не приглашал. Поэтому я не приглашаю никого на свою лекцию в Барнауле 2 декабря. А 1 декабря в Новосибирске приглашаю, ну, всех, вот, приглашаю. Далее, кружок МФТИ. Приглашаю каждого из вас. Как только я третьего прилечу из Барнаула, я тут же поеду и буду проводить вебинар кружок МФТИ, где я расскажу, почему мультипликативная группа конечного поля циклическая. Это черный уровень лекции осенью, как бы в каком-то смысле ее повтор, но в более кратком виде. Если вы там не поняли, то тут точно не поймете. Так что заходите обязательно на эту лекцию. Подписывайтесь и приходите. В понедельник 7 декабря состоится мое выступление на совместном семинаре у Татьяны Владимировны Черниговской и коллегой из Московской школы экономики. Они меня оба давно звали с лекцией по теории игр вокруг нас. Ну, по вебинару-то можно слить семинары вместе и выступать. Вот я так и сделал. Поэтому у нас будет совместный. Все ссылку выложим. Ну, вот, если мы не успеем к выходу этого ролика выложить, то отслеживайте, и когда она окажется, она у нас в соцсетях будет везде. В общем, 7 декабря приходите на лекцию в интернет по теории игр вокруг нас. Далее! Рига пошла! Рига не прошел и года! Нет, прошел год. Во-первых, я рассказал свое понимание длинной последовательности кагомологии. Я первые шажки такие детские делаю в большой математике, но вот один из них я изложил. Потом я большое интервью про русский мир. Ну, это можете сразу не смотреть, если от этого вас блюет, то сразу прям не смотрите. И есть ролик «Ответы на вопросы», который уже вышел у нас на канале, вы его уже видели. И, наконец, последнее, тут я становлюсь мрачным. В школьной атмосфере московской, я доподлинно знаю, я общаюсь с очень многими школами, и кроме того, у меня мои старшие, царят уныние, раздрай, и, в общем, самые худшие даже события происходят с большой и пугающей частотой. Карантин убивает старшее поколение школьников. Те сволочи и подонки, которые наживаются с этими программами Teams и так далее, с их установкой и навязыванием всем вот этого вот формата, они будут перед Господом Богом отвечать. А мы просто требуем немедленного прекращения этого эксперимента. Немедленного, иначе новое поколение, которое будет сидеть только в интернете и не ходить в школу, через несколько лет здесь все перенет к верхдном. Заодно и их всех поубивает, и, в общем, всех подряд поубивает. Я просто предупреждаю, надо немедленно завершать этот идиотский эксперимент обязательного принудительного дистанционного образования. В Московской области все занимаются как хотят. Кто хочет дистант, кто хочет нет. У кого родственники могут пострадать от коронавируса, те пишут заявление и выходят на дистант. Меня бесит эта вот московская беззаловка. Причем даже не смотрят, кто переболел, кто нет. Нахрена дистант выводить тех, кто уже переболел? Таких школьников там, я думаю, половина уже есть. В общем, это мой призыв, который я на днях превращу в воззвание, скорее всего, на платформе Change.org. Пожалуйста, распространяйте об этом информацию, подписывайте его. Против! Мы против обязательного принудительного дистанта. Всем пока! Маткульт, привет! Всем пока!